Активисты Украинской морской партии Сергея Кивалова и ее сторонники Одесситы провели акцию под зданием Тер-Избиркома. Они возмущены действиями комиссии, которая приняла абсолютно странное и крайне сомнительное с точки зрения закона решение о нерегистрации списка политической силы на выборах в городской совет. Подробности далее в нашем сюжете. Перед зданием новой мэрии, за которой действующий мэр Труханов едва не оказался за решеткой, собрались активисты Украинской морской партии, а также ее симпатики. Уважаемые в городе и за его пределами юристы и активная молодежь возмущены снятием с выборов политической силы, которая пользуется поддержкой многих одесситов. Нам перед этим дали за день до заседания предписание исправить, где не указали данные замечания. Вы понимаете? То есть если ваша задача навести порядок, если вы видите какие-то технические ошибки, дать возможность исправить, они обманным, мошенническим способом усыбили бдительность, показав, что все хорошо, и тем самым не допустили одной из самых рейтинговых партий. Взывать к совести, которая отсутствует у членов территориальной избирательной комиссии, у большинства, которые сегодня подменили свою работу финансовыми средствами, полученными от пока еще действующей городской власти, нету никакого смысла. Мы очень признательны вам за поддержку. Мы рассчитываем на то, что судебные органы примут правильное и справедливое решение, и Украинская морская партия займет свое достойное место в бюллетене, и наши кандидаты в городской совет получат поддержку своих избирателей и жителей города Одессы. Ни одна комиссия, ни городская, ни окружная не позволяла себе таких выносить беспредельных решений, которые противоречат закону и здравому смыслу, чтобы не допускать рейтинговые партии к выборам. Хочется сказать, что они, наверное, забыли, что за нами стоят многотысячные коллективы, и Национальный университет Одессской юридической академии, Международного гуманитарного университета, Международная академическая школа Одессы, которая так стоит поперек горла нашей действующей власти. И многие-многие тысячи одесситов, которые уже отдали предпочтение нашей политической силе. И понятно, что нечестная конкуренция, она, наверное, самая простая, но они забыли, что у нас армия юристов, которые четко знают последовательность действий, и как призвать к ответу тех, кто пытается незаконными методами, знаете, как вычеркнуть нас из выборов. Все это говорит о том, что нас боятся. Боятся, потому что сегодня одесситы поддерживают нас. И сегодня, что самое важное, был нарушен основной принцип, который заложен в Конституции. Это право каждого человека избирать и быть избранным. 97% кандидатов, которые идут от Украинской морской партии, это молодые люди. И та ситуация, которая произошла сегодня, это абсурд. Мы, молодь, та, которая выявила желание, которая проявила свою инициативу поддерживать Украинскую морскую партию Сергея Васильевича Кивалова, а также продолжить поддерживать молодь нашего города. Представители Украинской морской партии Сергея Кивалова уверены, городская избирательная комиссия нарушила закон. Но не из-за преступной халатности или по незнанию, а в угоду политическим оппонентам. В одесских масс-медиа неоднократно появлялась информация о том, что террисбирком контролирует действующий мэр. Но городской голова сегодня один, а завтра, может быть, уже другой. А отвечать за свои поступки придется перед правосудием. Сегодня было опубликовано решение террисбиркома, политически мотивированное, совершенно недемократическое. И за этим решением стоит заинтересованность городской власти, действующего мэра, пока еще города Одессы, снять с выборов Украинскую морскую партию. В результате чего комиссия, которая внешне сформирована с соблюдением квот, а по факту это представители под разными названиями группировки «Доверяя делам», на своей комиссии приняли решение о том, чтобы снять с регистрации и сгонки за места в Одесском городском совете. Я думаю, что и суд Украины, и правоохранительные органы дадут оценку работы городской территориальной избирательной комиссии. Хочу вам сказать одно. Когда мы принимали от субъектов подания документ, мы в течение часа это рассматривали. Комиссия постоянно находится на своем рабочем месте, и это нет никаких проблем. Более того, можно было принять это дело и дать время для исправления ошибок, чего не было сделано. Это говорит о политическом подтексте всех этих действий, говорит о том, что Украинскую морскую партию Сергея Кивалова сегодня боятся. Я думаю, что мы все сделаем для того, чтобы справедливость и законность восторжествовала. Удачи всем нам! Мы получаем неожиданный удар в спину в последнюю минуту. И казалось бы, все можно сделать, да, люди против, люди против правды, люди против той силы, которую они видят. А они видят реальную силу, они видят реальную молодежь, которая хочет изменить что-то в этом городе, в этой стране. Поэтому и стопорят нас, поэтому и ставят нам палки в колеса. Я хочу сказать, что Украинская морская партия – это команда единомышленников. И за нами стоит народ и жители города Одессы и Одесской области. Представители партии пришли в избирком, чтобы услышать, что сподвигло руководство комиссии к таким действиям. Однако в результате прогнозировано получился монолог, а не диалог. Вы даете старт выборам. Ни конференция, ни там кто-то, ни штабы. Вы, вы даете штаб выборам. То есть ваша задача вчера была обеспечить вот этот гендерный код. Вы даже не захотели, Нина Сергеевна, и вы даже не рассмотрели второе заявление, понимаете? Наша цель – восстановить справедливость. Вы не допустили партию избирательному процессу. Чего вы заставляли это делать? Зачем вы заставлялись? Есть видео. Зам не поднимает руку. Вы поворачиваете, даете вербально-устный сигнал и поднимается рука. Рука. Вы знаете, что уголовное ответственность? Учитывая кричащую ситуацию с выборами в Одессе, украинская морская партия Сергея Кивалова будет обращаться в суд, центральную избирательную комиссию и в правоохранительные органы, в национальную полицию Украины, генеральную прокуратуру, СБУ и государственное бюро расследований. Представители политической силы уверены – такого беспредела Одесса давно не видела. Пока же против политсилы идет грязная политическая борьба, социологи показывают рост поддержки как политической партии, так и ее лидера. Ранее представители ведущих вузов Одессы, Национального университета Одесской юридической академии, Одесского национального университета имени Мечникова, Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского, Одесского государственного университета внутренних дел совместно с социологами Киевского центра реформ и развития провели исследования предвыборных ожиданий одесситов, а также провели замеры их электоральных симпатий. Результаты свидетельствуют о том, что Украинская морская партия уверенно проходит в городской совет, а на первое место в предвыборной гонке за кресло Одесского городского головы вышел лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Рейтинг действующего мэра Труханова продолжает падать.